Однажды Юрий Никулин шел по Цветному бульвару, как вдруг прямо перед ним остановился человек. Он куда-то очень сильно спешил, жимал в руках две бутылки с вином, но увидев известного артиста, встал как вкопанный. «Юра, ты все делаешь не так», — обратился незнакомец к артисту. «Тебя надо обязательно поучить. Я это могу сделать. Чему поучить?» — искренне удивился Никулин. «Как в квартиры залезать? Ты ведь в фильме это неправильно делаешь. Ты что, вор?» «Ага. Был когда-то. Теперь, правда, завязал, но опыта не пропьешь. Я сейчас на зеркальной фабрике кантуюсь. Бегу вот к дружкам. Хочешь к нам? Мы тебя научим, как Соню брать». «Какую Соню?» «Ну, это квартиру, конечно. Мы с тобой даже днем пойти можем». «Ты ведь артист. Если спалимся, я скажу, что, мол, артиста учу, и нам ничего не будет». «Пошли». Сославшись на нехватку времени, Юрий Никулин поспешил ретироваться, но эту встречу запомнил надолго. Как-то Юрия Никулина, загримированного для фильма «Деловые люди», везли с масс-фильма в центр города, где должна была происходить съемка эпизода. Пока ехали Никулин, стал репетировать роль. В руках у артиста был большой кольт, и он, приставив его к затылку шофера, командовал. Вперед. Налево. Не разговаривать. Все это происходило вечером, на улицах уже горели фонари, и когда машина подъехала к Арбату, дорогу ей внезапно преградили два черных воронка, из которых выскочила группа захвата. Дело в том, что какой-то регулировщик видел сцену с кольтом и по рации сообщил об этом в органы. Но, к счастью, Никулина уже хорошо знали по фильмам «Когда деревья были большими» и «Самогонщики», так что инцидент был исчерпан.